Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 817. События дня. Псалом 33, 19. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духам спасет. За 10 марта 2018 года. Притчи 22, 10. Прогони кощунника и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Вот это кто-то должен решиться. А то мирный так распустился, а нет, никак. Вот это должно быть выполнимо, иначе раздор будет без конца. И кто ведет занятия, как Сергей Павлович, это нужно иметь твердый характер. Человек начинает бузить, зашел какой-то еретик, и его немедленно нужно, говорится, отправлять, откуда он пришел. Пусть сидит дома. У нас такой богатый материал, тут ни спора, ничего нет, как 1600 тем. Он ни одно не смотрел, и свое тянет, не учился, ничего. Как говорят, горды бачит. Не надо его даже и слушать дальше. Игнатий Лапкин. Сергей Александрович, помогите улучшить качество видеоролика Венчания Загуляева Александра и Галины в поселке Потеряевка. 15 июля 2001 года. Когда откликнетесь, я его открою на несколько минут, и по вашему сигналу вновь поставлю под замок. Вот так. Ну, Новиков, он сделал, уже я поставил. Он очень быстро все делает. Сколько он у меня сделал, мне бы никогда ничего не сделать тут. Я напросил 37 лет почти, чтобы такие помощники были. И одновременно сейчас пришло, ну, я пересчитываю где-то, почти 7 человек. И все работают. Так, Никиту потеряли. Ну, и вчера пришлось его тут записать немножко. Колесников Никита Андреевич, жив. Не сбежал и не этапирован на Украину. 10-го. И он тут переключал программы разные. Видно было, что это именно этот день. Именно 10-е марта. Чтобы поверили-то. Ну, и тут уже благодарят. За ночь 1777 человек зашло. Вера Митрохина. Мир вам, Игнать Тихонович. Можно вас попросить помолиться Господу обо мне? 14-го марта в храме на Берсеневке у меня должно состояться крещение полным погружением. Спасибо, Господи, помилуй. Я просто переживаю за то, что женские дни могут прийти раньше. У меня цикл неустойчивый. Простите меня за подробности. Спаси Христос вас, Игнать Тихонович. Ничего нет. Библия об этом пишет. Никакого стыда, ничего нет. Я на это отвечаю. Игнатий Лапкин. Правила из книги «Правил» берем. Тимофей Александрийский. Вопрос 6-й. Если жена оглашенная вписала имя свое ко крещению, а ко дню крещения приключится ей обычное с женам, то должно ли такую крестить в тот день? Или отложить? И на сколько времени отложить? Ответ. Должно отложить, доколе очиститься. Очиститься. Миква. Вот это проверяет все. Играя еще там проверяет. Прямо официально. Но тут сама она должна определить. Вопрос 7-й. Если жена осмотрит приключившиеся ей обычное с женам, должна ли она в тот день приступить к святым тайнам или нет? Прищищать все. Ответ. Не должна, доколе не очиститься. Видите, как важно очиститься. То есть все кончилось, месячные прошли у нее, цикл менструации вовремя-невовремя, она должна смотреть. Как-то был я в Болотном, мы служили там, ну, Богу мы служили, а ведущий там был отец Александр Пивоваров. И такая женщина с севера приехала. И он говорит, ну, что делать? Я говорю, еще отложите, да и все. Да кого у нее там обработано? Ну, пусть ждет следующий, опять приедет. Она далеко. Ну, тогда вопрос отпал. Пусть из двух выбирает что-то. Ну, и осталась она. Все. Не нарушать ни под каким видом. Дионисия Александрийского. Второе правило. Второе правило. О женах, находящихся в очищении, позволительно ли им в таком состоянии входить в Дом Божий, излишне почитаю и вопрошать. Даже вопрошать не надо об этом. Дальше. Ибо не думая, чтобы они, если суть верны и благочестивы, находясь в таком состоянии, дерзнули или приступить к святой трапезе, или коснуться тела и крови Христовых. Ибо и жена, имевшая 12 лет кровоотечения, ради исцеления прикоснулась не ему, но только к краю одежды его. Молиться, каком бы кто ни был в состоянии, и как бы ни был расположен, поминать Господа и просить помощи не запрещается. То есть молиться может, не запрещается. Прийти, стоять, но ни к иконам, нигде не подходить. Но приступать к тому, что есть святая святых, да запретиться не совсем чистому душою и телом. Вот и все. Можно ли приходить? Можно. Молиться не запрещается, но не прикасаться нигде ни к чему. Рустам, мир вам. Помню, в детстве всем детям говорил за Бога. А вы верите или нет? Многие из них кричали. Божин, да. Идем от него. Он какой-то странный. Да, есть воспоминания детские. Да и знакомых, друзей теряю. Им не нужен ни Бог, ни церковь. А вы говорите, один все время один. Характер неуживчивый. Да, так и есть в этой связи. Я скучный всем. И Бог мой многим скучен. В своем неверии и погибнут скоты. Вот так. Но, все равно, если ты верующий, это не означает, что тебя все ненавидят. Это неправда. Господь говорит, слушали меня, будут слушать и вас. Гнали меня, будут гнать и вас. То есть, я практику имею очень большую. И друзей много будет, и врагов будет хватать. И все Бог перенесет. По мере увеличения каких-то страданий, скорбей, увеличится твоя сила рассуждения. А не так, что я уверовал, поэтому я один, поэтому вокруг меня никого нет. Неправда это. Наоборот, у меня, как я уверовал, потерял я всех друзей. Всем написал. Ну, сколько там было. Переписывался, 32 человека, кажется, было. Все, никого нету, я один какое-то время. Это уже сразу новые друзья, уже другие. А сейчас, так я даже назвать не могу. Но если просматривать 14 миллионов ресурсов, я им занимаюсь-то. И 14 тысяч подписчиков, ну, ясно дело, что. А которые подписываются, мы, говорит, всей семьей слышим и дальше. Так что, кто-то я не хочу назвать, и непонятно. Евгений, добрый день. Меня зовут Виталий. Я проживаю в Канаде 10 лет. Провинция Сосканчеван. Город Соскатун. Пару слов о себе. Я являюсь членом Баптистской церкви уже 26 лет. Но лет 5-6 назад я познакомился с трудами отцов церкви. 1. Тертрулиан. 2. Каприан Карфагенский. И именно Каприан Карфагенский заставил меня задуматься о церкви. Год назад я начал смотреть Игнать Тихоновича Лапкина, который, как бы сказать, начал ставить мозги на место. Сегодня я посмотрел твои видео на Ютубе. И для меня было большое удивление то, что ты сказал, что Альберт Исаков, мой брат Баптист, принял православие. Как я понял, он живет в Канаде в Станбак. Это соседняя провинция. Есть ли у тебя контакты? Я бы хотел с ним связаться и обсудить эту тему. А также, если у тебя будет желание, мы можем переговорить с Богом. Это пишет он Евгений в Иерусалиме. Сайт к истине. Радости, Игнать Тихонович. А кто этот человек, что ему так много уделяется внимания? И самое главное, для чего это внимание уделяется? Чем славен этот муж? Для меня лично ничем. Он столько лет прожил. Где его плоды? Я не слышал. Между тем, все люди, которые что стоят и делают известны, и их свет светит. А по что вокруг него столько шума? С уважением, МС. Владимир Степаненко. Ну, речь идет о романе малыша. Ну, почему? Вот он приехал, и был такой, и в один день изменился. И надо, все не расскажешь много. Не то, что там как-то, ну, так вот пришлось к властям даже обратиться, навести порядок. Без гражданства, без всего. И начал тут муть такую наводить. И батюшку там не признает. Ну, и вокруг него там такая свистопляска, бесовщина настоящая началась. А сам-то работящий, такие хорошие отношения. В один день все вокруг. Ну, и поднялся на меня, там Анапе, и предает. Ну, то есть полное сумасшествие. Шизопрения в полный рост. Ну, и поэтому смотрим, чем. Ну, и все его потребовали, чтобы выехал там. Власти, видать, как-то все. Ну, а как по-другому-то людям не объяснять никак нельзя. Он-то выставляет ролики. Он 88 роликов уже выставил. Он кощунствует. Патриарх. Все да еретики. И ты еретик для него. Ну, как молчать-то? Мы должны сказать. Ну, земля, ладно, не шар, плоская, тарелка там на столбах стоит. Там это еще можно потерпеть. Ну, когда подряд все. Старобрядцы пальцы не так прижали со священцем. Все, еретики. А он не еретик. Ну, сумасшествие. Полная одержимость бесовская. В грубой форме. Галина Загуляева. Наша свадьба – поздравительная часть. Качество такое же плохое. Если можно, спросите, пожалуйста, у Сергея Александровича, сможет ли он помочь улучшить изображение и на этом видео. Спасибо, Христос. Ну, я ему все отослал уже, Новиков Сергея Александровича. И он сделал, и там смотреть даже невозможно было. А сейчас он сделал два ролика и крещение там где, ну, не крещение, а молитву после крещения. А так Галя выставляет свои. Ну, вот ему отправилась сейчас утром. Владимир Иванов. Дорогой Игнатий Тихонович, спасибо вам, что выпустили этот ролик и написали мне. Про Андрея. Очень рад, что... А, какой Андрей? Никиту Андреевича. Очень рад, что у Никиты все хорошо. И, как я понял, он сейчас старатель. Не старатель, а у старателя, там он помогает. У Игоря Добунова, тот старатель, инженер, геолог, профессионал с высшим образованием. А надо карты рисовать в электронной версии. Это очень трудно. И он в прошлом году всю зиму просидел, и сегодня начальство требует. А Игорь сам не сделает. Ну, и он, конечно, там он получает за это все. Игнатий Тихонович, как у вас хватает на все времени и сил? Не знаю, как хватает. Действительно, вот утром я встаю, и иногда уходит даже два с лишним часа. Подготовка только к дню. С большим почитанием смотрю ваши проповеди. Каждый раз с нетерпением ожидаю ваши новые фильмы. Ангелы-хранители вам в помощь. Слава Христу! С глубочайшим к вам уважением, Владимир. Ну, вот видите как, это человек, который, я не знаю совсем, и... Ну, где Никита? Опять, где Никита? Где Никита? Я Никите дал прочитать, что он все это увидел. Что прямо отсюда считается, и... Ну, вот такое дело. Ну, показать наши ресурсы. Вот. Это вот мой мир, самое любимое, не считая, ну, Ютуба, и... Что тут еще остается у нас? И в Скайпе где там беседы. А это вот Василий тут популярный. Все, что я выставляю, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Ну, тут больше еще выставляется. То, что я на Ютуб выставил, оно выставляется здесь. Это вот у нас очень хороший, очень удобный форум. 1600 тем. Огромный-огромный форум. Просто не знаю как. Ну, и... Вот. Это наш православный видеоканал. Сколько подписчиков-то? 15 тысяч 448. А просмотров? 15 миллионов 191 тысяча 224 просмотров. Ну, вот так. Ну, вот и видео. Видео 10 тысяч 120 примерно. У нас очень и очень богатые ресурсы. Но сейчас еще время есть где-то показать большое. Это православный библейский сайт. Я считаю, что нет таких, чтобы... Фактически-то здесь все на одном человеке висит. Остальные помогают. Люди не свободные. На работу говорят, а я свободный. Только молишься и... Каждый день повторяешь. Господи, если бы был неверующий пенсионер. Ну, что бы делал-то? Ну, лежит он Николай, человек руки-то опускает. И все. Подошли исповедоваться к священнику. И он говорит, молодая пара подошли. Хорошая, верующая. Ну, и говорят, батюшка, благословенность бабушку отравить. Не умирает никак. Уж 98 лет лежит под себя, ходит. Вся сгнила. Нам не уехать, ни в отпуск, никуда. Мы замурованы с ней. В этой ворищи живем, и ничего нельзя сделать. Ее никто не берет. И она не умирает. Сердце хорошее. Спортсменка была такая, видная. Сердечка-то хорошая. Ну, что я, говорит, могу сказать? Конечно. Да, и по кончину непостыдную. Ну, вот я свободен, и здоровье Бог дает. Ну, а почему не сделать? Люди находят путь спасения. Новые и новые люди. Теперь вот самое ценное во всем, что показал, не ролики, а вот 4124 ответа по темам. Тема это 55 тем. Покаяние, политика, потеряевка, праздник, природа, разбору разных выступлений. Этого никому не создать на сегодняшний день. Никому, повторяем, никакие академии не помогут. Потому что должен знать Библию, любое место стиха, чтобы тебе на память пришло. Дальше. Что об этом говорят святые отцы? А это 300 томов. Ты в памяти должен держать. Мировое искусство. Житие святых. Это ты должен абсолют. И все каноны знать. Никто, если знает, он не может сказать. Почему? Боится. Как Андрей Кураев говорит. Игнатий, это все равно. Написано и весь сказ. А я не могу. Мне важно, что скажут епископы, иначе я сдвину. А я мирянин, они меня ничего не сделают. Тем более, если я выражаю свое мнение. Мое мнение, размышление. Я нигде это учением не называю. И дальше сказал, отошел. И вот. Я сегодня тут уже не успел сделать даже деньги. Вот о деньгах. Ну, вот первый вопрос. Тут что у нас есть? Первый вопрос какой здесь? А вот они, вот они, внизу. Вот он, да? Ну, давай, считай. Вопрос 597. А если ты не просишь, а пришел в гости, и тебе что-либо дают, зная, что у меня нет своего сада, как бы не брать или взять с благодарностью? Ответ. Ответ. Деяние 20 глава 35 стих. Это я в университете отмечаю с кафедры. Во всем показал я вам, что так, трудяясь, надо вновь поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать. Сирахова 4 глава 35 стих. Да не будет рука твоя распростертую к принятию и сжатую при отдании. Сирахова 31, с 13 по 16 стих. Когда ты сядешь за богатый стол, не раскрывай на него гортани твоей и не говори. Много же на нем. Много же на нем. Проглощусь. Помни, что алчный глаз – злая вещь. Вещь. Да, вещь. Ты окончание не щетки произносишь. Давай. Что из сотворенного завистливее глаза? Потому что он плачет о всем, что видит. Куда он посмотрит, не протягивай руки и не сталкивайся с ним в блюде. Не протягивай руки туда, где. Вот увидят, за стол садятся, все под себя подгребают где-то. Ну, зачем? Если не нуждаешься, то лучше не брать. И если нуждаешься, а в ответ ничего не можешь ждать, то лучше не брать. Это я отмечаю, повторяю, в пяти университетах занятия вел по радио. Я отмечаю. Ну, кто отвечать будет? Местописание. Я поставил установку. Люди пришли не ко мне. Они пришли узнать волю Божию. А не то, что там нагородец. Иди в священниках там, собираются. Что попало? Я их всех знаю, кто выступает много. И ни одного не нахожу, чтобы поставить пример. Римлянам 13.8. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Если же у вас близкие отношения, и дают как милостыню, и знаешь, что дающие не обеднеют, и дают с любовью, то можно взять. Иной даст, а потом и не рад будешь. Сираха 20 глав, 15 стих. Ну будет кто отвечает. Поверьте мне одного священника, который отвечать будет. Посчитай, сколько мест в ответе. Жирным, курсивом. И как сделано? Показано. Серахов. Но Серахов это одна книга такая, которая в этой версии может на одну главу надо меньше брать. Почему-то там одна глава разбита в самом начале. Вот так. И пробел, тире, пробел, кавычки открыты. И везде одинаково. Это я нашел самый лучший вид показать, отделить, не смешать с человеческими словами. Дальше. Вопрос 598. Это открытым око моя книга. Их 30 томов больше. 33 фактически. Три в интернетной везерте. И вопрос и ответ. Это первый том открытым оком. Вопрос. Белоснежный храм, построенный на сбережение прорицательницы и средства, поступившие от поклонников Ванги в Болгарии, близ городка Петрич. Церковь носит имени святого Петки Болгарской. 14 октября митрополит Натаил осветил этот храм. Событие, прямо скажем, неординарное. Для православной церкви. Что вы на это скажете? Поставьте, за мне записками идут. Что я на это скажу? Вот кто отвечает там разные. Пусть они заранее скажут. Что они ответят? Ответ. Второзаконие 23.18. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего. Ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость перед Господом Богом твоим. Вот единственное ограничение, касающееся происхождения средств, поступающих на строительство храма и его содержания. Ванга – колдунья и ведьма. Для этого ограничения не подходит. Обратимся к опыту церкви. Житие святого Харитона. Это 1173 житий. Ты должен в голове держать их все. Я стою за капитрой. Я должен знать. Из всех 1173. Мгновенно у меня высвечивается Харитон. Что он сказал? Захваченный разбойниками, связанный в пещере, он лежит один и видит, как ядовитая змея подползает к сосуду с вином, пьет вино и изблевывает вино обратно в сосуд. Возвращившиеся после грабежа разгоряченные убийцы пьют это вино и умирают. Все награбленное ими оказывается в руках праведника. И на эти точащиеся крови деньги он строит храм, обитель Харитона. Так что же? Так что же? Быть собакой, ее цена, и заработать блудом грешнее и опаснее, чем быть служителем демонов, ведьмой и убийцей. А теперь ответ. А вопрос ставлю. А теперь опять ответ по житиям святым. Но уже другое житие беру. У святой Евдокии. 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 Как описывается в житиях святых, было огромное богатство, нажитое блудом. Она никого не обидела. Добывая эти сокровища. Напротив того, многим она доставила радость. Но святой Герман, через которую она обратилась к Богу, сразу же предупредил ее, что эти деньги для храма непригодны. И она раздала их все нуждающимся. Согласно этих данных, митрополит Натаил ни в чем не погрешил против канонов. Нам неизвестно, рассказывает ли Ванга о своих делах и будет ли ей от этого храма польза. Не нам, не нам, но имени Твоем Господи дай славу. Вот будут приверженцы этой Ванги, будут это считать. Как они могут приверженцы? Я ничего не утверждаю, я только не знаю. Но епископ не погрешил. Храм построенный по всем канонам. Ну какие иконы, святые иконы там повесили. Ну что тут сказать? Вопрос 599 В налоговой инспекции сказали, что никакой альтернативы замене ИНН нет. То есть только так? Ответ ИНН еще не знак антихриста. И принявшие его не отреклись от Христа. Вот и все. Но это проба. Пройдет ли шар? Пройдет ли что? Шар. Шар протолкнется или нет? Это проба. В лузу. Сглотнули и при том так легко. Был шум, но по знакомству с президентом патриарх добился небольшой льготы. Пока еще не очень давят. Могут присвоить знак учета и без подачи заявления на ИНН. Но это сегодня. Завтра будет по-другому. Это будет признано устаревшим и будут вживлять чипы. И это тоже еще не знак антихриста. Но при опытах на живых людях нужно еще догадываться. Уже догадываться. Уже догадываться. Готовы ли мы? Мир подтвердил, что опыт прошел удачно. Пойдут ради чрева и дальше. Выход какой? Если есть вера, возможность, то упереться и испробовать. На что ты годен? Если же христиане православные в ИПХ... Истинно православных христианах... ...которые давно отказались от паспортов и живут не один десяток лет, сегодня это тем более возможно. Не настаивай, ничего. По этой теме священноначальное патриархии московское высказалось уже. Я полностью его поддерживаю. Но пойдем ли мы тепличной с московским диванным христианством на эти маханьки неудобства? Познакомимся ли с теми, кто уже закален в таких опытах и не пошел на компромисс с совестью? У каждого причина найдется и обоснование этого подлечения. Подлечения? Подлечения. То есть подлости всякие делать. Так будет и последний шаг, когда помощи Божьей может уже и не быть, так как на подходе Бог испытал и отсеял мусор. Когда принадлежит подвиг, то окажется, что в душе нет ничего, а есть только сергиевский компромисс и жижа, и болото в душе. Откровение 2 глава 10 стих. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Наполеон говорил, главное ввязаться в драку, а там видно будет. Ответь себе, хочешь ли быть мучеником за благочестие? Так Иоанн Златвуз говорит о поступке Иоанна Крестителя, что его никто не оттянул выйти из любимой им пустыни, но пошел и обличил тирана, и получил венец. Хотя я знал, что деспот не примет его обличений. Итак, если ты хочешь быть в числе свидетелей Иисусовых, то пойди и обличи правителя. Такие требуются и сегодня. За ИНН и обличи. Расскажи. Тюрьму ведь еще не разрушили. Они как трамплин в Царство Небесное. Откровение 2 глава 13 стих. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Повторяю, это я или по радио здесь говорил, три программы вел, или в отделах милиции, или в университетах, школах, техникумах, тут я сейчас не могу сказать, но там аудитория разная. Там сидят и из прокуратуры, и судьи, и из администрации края, поэтому ничего тайного здесь нет. То есть я не настаиваю, но мне звонят, вот один храм есть в Москве, который не принял ИНН, только один. Это рядом с храмом Христа Спасителя, тоже не случайно. Там видно купало метров 200. Через канал только перейти. Вот, Берсеневка, храм Николы на Берсеневке. Там игумен Кирилл Сахаров. И он звонит, ну что делать, ну сейчас вот там с землей такое, и нету. Я говорю, ну можешь упрись, подержись. Ну не считай, что это знак Антихриста какой-то. Опять прошло. Проходит год, они опять наседают на них. Ну отец, ну мы молимся тебя, ну если можешь, продержись. Нет, прими, сегодня ничего нету. Ну как писать, вот я показываю, в налоговую инспекцию, вот прочитаю заявление. Ну я просто, прочитать надо один раз. Заявление. По религиозным убеждениям, отказываясь от заполнения заявления физического лица о выдаче свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства, которое предусматривает присвоение идентификационного номера налогоплательщика ННН. Вот что означает номер идентификационного номера налогоплательщика. Вот как переводится. Три слова. Так как в основе системы штрих-кода стоит число 666. Если же этого числа там нет, то все равно не желаю иметь электронный номер ННН, присвоение которого предусматривается... Пунктом 7, 5, 7. Приказа Госналогослужбы Российской Федерации от 27.11.98 года ГБ 3.12.309 на всю жизнь без изменений. Так, ну, поясняю, что это я говорю в университетах или где там, сейчас не могу точно сказать, но это было, может быть, лет 20 назад. Лет 20. Или меньше, тут уже сколько, какого, 98-ое? Ну да, там 15 лет минимум прошло уже. Статья 83-го Налогового кодекса Российской Федерации в редакции от 31.07.98 года номер 146 ФЗ а также пункты 3, 5 и 3, 6. Приказа Государственной Налоговой службы Российской Федерации от 27.11.1998 года номер ГБ 12.309 не возлагает на меня, как не занимающегося индивидуальным предпринимательством заполнять и подписывать какие-либо заявления и говорит о том, что постановка на учет в налоговый орган физического лица не являющегося индивидуальным предпринимателем осуществляется на основании информации, представляемой органами, указанной в статье 85 Налогового кодекса Российской Федерации. пункт 6 данной статьи 83 гласит постановку на учет в налоговых органах физических лиц, не относящихся к индивидуальным предпринимателям и лицам, указанным в пункте 6 настоящей статьи, осуществляется налоговым органом по месту жительства физического лица на основе информации, представляемой органами, указанной в статье 85 Настоящего кодекса. Так как введение ННН противоречит моим религиозным убеждениям, а сама система ННН не является необходимой для введения ее, для персонификации, учета налоговых сборов, для этого достаточно паспортных данных, включающих в себе номер паспорта, что свидетельствует о том, что ННН будет взят в качестве основы для печати антихриста, Откровение 13 глава 16 по 18. Поэтому прошу вас не присылать мне ННН, поскольку его обязательное введение также противоречит статье 2 или статье 3. То есть эти статьи они могут изменить? Для этого и Дума? Дума, Федерального закона о свободе совести и религиозных объединениях. Являясь законопослушным гражданином России, прошу вас, как и прежде, взыскивать с меня подоходный налог и иные виды налогов и платежей через бухгалтерию предприятия. В обычном порядке, без написания заявления на получение ННН, либо готов самостоятельно отчислять подоходный налог с заработной платой и другие обязательные платежи в доход государства, в налоговую инспекцию по месту жительства. Видите, это надо, чтобы знали, как писать заявление. Далее перед вами текст другого заявления, разработанный православными юристами для тех, кому уже присвоили ННН. Вот видите, дальше тут номер, 2002 год это было, вот когда было. Ну, теперь понятно, 15 лет назад, да. И дальше в налоговую инспекцию. Ну, тут заявление тоже, кто желает это много считать, тоже узнали. И еще заявление, дальше еще показывается. Ну, тут оно у нас, видно, в экран не входит. Так. Давай-ка мы вернемся назад, чтобы вошло сюда. Посмотри, чтобы вошло. Кому надо, прочитает. Ну, читать нам очень трудно и много здесь. Еще заявление. Вот такое, как писать район какой-то. Видите, как фамилия, заявление. И еще. И, наверное, наверное. Так, теперь вопрос. Да все уже. А? Все по времени. Ну, у меня тогда закончили. Здесь она вот уже доходит до конца почти. Последний вопрос. Вопрос 600. Вы не на пенсии, а на какие средства живете? Меня спрашивают. Ответ. Посмотрите на меня внимательно и определите стоимость всего, что есть на мне. И срок давности этого оборудования. На этот вопрос можно было бы и не отвечать. Но в моей жизни не было ни одного вопроса, от которого бы я уклонился. Даже самого провокационного. Это я повторяю, в университетах государственных отвечаю. В 70-е годы, когда я работал на стройке бетонщиком и плотником, у меня уходил на питание до 10-11 рублей в месяц. Своя картошка. Позже много лет работал сторожем. Оклад 72 рубля. Сутки дежурю, трое дома. Когда нахожусь на работе, то переплетаю книги и документы, которые привозят с предприятий. Деньги. Это деньги. Тире деньги. На работе подшиваю людям валенки. Точу пилы. Это деньги. Три дня свободных. Устремляюсь на печи советским гражданам, чтобы было им тепло. С собой у меня на работе велосипед. Старенький, но на ходу. И весь печной инструмент. В день удается сложить иногда и две полные печи. Заработок до 100 рублей в день. Деньги. Деньги. Так еще бы деньги. А за месяц там дешевле 72 рубля. Дальше. Иногда строю дачи людям. Это деньги. Выдрестировал две восточноевропейские овчарки. Подсаживаю их ювелирным ценностям магазины. Привозят и увозят милиции. Это деньги. То есть вот представь, как у меня это отсюда было. Куда их девать? Заповедь гласит. Десятая часть на содержание священства. А иначе ты вор. Вором не был никогда. Отец не велел. Вторая десятина. На содержание храма. Свечи. Дабы не за чужой счет скрываться от дождя. Об этом помнил всегда. Третья десятина. На нуждающихся. Смотрите Тавид 1 глава 8 стих. Это самая интересная десятина. От широты сердца расширяется и она. Именно о ней апостол Павел говорит. 2 Коринфянам 9.6. При всем скажу. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Эта десятина помогает приобретать множество друзей от основания до верха пирамиды. То есть нищие какие, до начальства, до всех. Луки 16 глава 9 стих. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. 2 Коринфянам 6.10. Не забывайте, это я все цитирую, говорю за кафедрой. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Дальше. Моя жена, Надежда Васильевна, всю жизнь мучается со мною. И иногда даже с обидой говорит, великий экономист. Имею в виду то, что я экономлю на всем, чтобы сохранить копейку и применить дело. Это только здесь, на кафедре, я вам кажусь таким покладистым. А ты поживи со мной недельку и запросишься к матери. Вы затронули любимую мою тему – деньги. Я их очень люблю. И у меня постоянно их подсчет до рубля. Когда я работал, то у меня заемщиков насчитывалось 32 человека. А сам никогда никому не должен был ни рубля. Вы только помечайте себе, сколько у меня друзей. Или, по крайней мере, они мне уже не враги. У меня валенки с трехотажными заплатами, одна на одну. Если что нужно мне купить, то это сделать друзья в складчину, зная о моей скаридности. И кто-то возьмет на себя грех спрятать мою старую одежду, как было у Пахоми Великого. Любая обновка на мне, как седло на корове, она и жмет меня и стесняет. Любой пирожок в прикуску с черстным хлебом дешевле и полезнее. Сейчас я, как основатель и начальник детского православного лагеря, заботюсь о его содержании без помощи государству. У всех вопрос, на что содержите? Отвечаю, милостью Божией и добрыми людьми, которыми Россия еще не оскудела. И это чудо. Ни я, ни обслуга еще ни разу не получили за 28 лет, ни рубля за содержание лагеря и работу в нем. Это 45 лет будет, а тогда было только 28. Но Матфея, 10 глава, 10 стих. Ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. То есть у меня ничего не было. Когда Филарет Милостивый в очередной раз раздавал все свое имение, и даже нечем было позавтракать, он заходил в столовую, где обедал жена и дети, и смеясь говорил, «Уже не как отца, а хотя бы как странника. Может быть, угостите меня?» А самый богатый в той местности был миллионер. «А мне этого говорить не нужно. Неужели я буду голодный около чужих детей, которых сам же кормлю? Из этого что-то остается и на зиму. Мука, крупа. Лагерная обслуга, 4 человека обеспечивают себя посадкой в наших огородах. В прошлом году мы накопали 1400 ведер картошки, наварили 340 литров варенья. Представь себе. Мы ни в чем не нуждаемся и преизбыточествуем. Внезапно приезжают люди, как к Сергию Радонежскому, от какой-то немецкой компании и сгружают от коммерсантки Бурановой В. Валентина. Лапшу и шоколадное масло. Даже прокурор края Параскун Юрий Федорович как-то изыскал средства и завезли 6 мешков муки и крупы. В прошлом году два добрых человека купили материал на 50 одеял, стеганых из синтепона, а другой закупил столько же матрасов и на своей машине завез. Теперь мы спим не на соломе и так всегда». Вот так. По неволе вспомнишь царя и пророка-псалмопевца Давида. Псалом 36, 25 стих. «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомках его просящими хлеба. В своей жизни я видел только чудо и милость Божию. Никогда не принимал милостыню ни от кого, но без милостыни никогда и не жил. Все время мне подкладывали или в одежду, или в сумку-межутник, или в конверт». Притча 16, 9. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». 1 Фессалоникийцам 3, 11. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш, и Иисус Христос, да управит путь наш к вам». Даже родной мой брат, отец Яким, после очередного грабежа меня и выжигания КГБ и прокуратуры осмотрел мои книжные полки и сказал, «Опять все на месте». То есть новое. В храме стою, и мне кто-то подсовывает книги, те же самые, такие же. Я не оборачиваюсь. Ну, подсунули, руки взял, дома разворачиваю, именно то, что надо. У меня есть книги, и очень редкие, пришедшие от кого-то без обратного адреса. Случалось, прямо в храме ко мне подходили люди неизвестные мне. И как раз после очередного грабежа вышеуказанные органы и говорили, «Вот вам просили передать пакет». Я бы рассказал больше, но... 2 Коринфянам 12.7 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Ну, не идет кверху почему-то. Больше не идет никогда. Или идет. Да, давай. На что я живу и где я обедал. Перефразирую детский стишок, смогу пропеть. Где я обедал воробей, там же, где архиерей. За столом сижу, митрополиты, епископы... И всегда вспоминаю слова Златоуста о славе человеческой, которая гонится за тем, кто от нее убегает. И мне кажется, что если бы сейчас нужно было прокормить 100 человек больных, а меня бы поставили их... Так, подожди-ка, ну, никак не идет дальше. Я не знаю, почему. Что случилось? Почему это упертое так осталось? Ну... Ну, видимо, отключилась интернет. Нет, не отключилась. Знаешь, ну, почему? Вот мне это все, это интересно. А где, куда это вошел-то? Что же такое? Вы вошли в Word, а надо на сайт. Надо вот сюда, да? На сайт, вон он у вас. Вон, вот здесь, да? Да. А, ну, еще, не идет, да? А попробуйте скопировать это. Ага, скопировать. Теперь вот я... Ну, а теперь мне не скопировать. Почему не скопировать? Тут у меня система целая. Ну, тогда сними вот это. Подними аппарат. Держи в руках. Я это все уже убираю совсем. Это последний вопрос в этой тематике. И мне мешает все. Ящик поверни, покажи, как я составляю. Вот. Видите, на клавиатуру, вот это, вот, где стоит клавиатура, я смажу вот так вот ящик. Он подрезан у меня ровно как раз. Тут маленько не хватало, маленько выпилил-то. Ну, и вот так вот поставлю его. А потом вот три книги. А на них тогда уже и аппарат. Я один сам записываю. Ну, вот сейчас Володя говорит, надо записать. Ну, давай попробуем. Она дальше не идет все равно. Нет ничего. Ну, и, ну, нету поставил их. Ну, тут что-то, видимо, уже закончено где-то. Выключай тогда на все. Иди там покажи. Вот такой ответ. Интересен людям или нет? Представьте себе, как на что я живу. Ну, сейчас, да, представьте, там спрашивает, кто выступает. Там Алфеев, Иларион. Что он будет отвечать? А это видит, я такой же на низу стою и на двух-трех работах работаю. Нужно все время говорить. Это я уже не считаю тайной никакой. Когда я услышал, что десятину надо платить в 62-м году, это 55 лет. Я сразу решил платить, буду 9 десятин. Ну, кто еще такой оброк на себя брал? И, по милости Божьей, я прожил жизнь. 9 из 100 заработанных рублей 90 на дело Божье. И поэтому я преобильно благословен Господом. У меня все есть. Я говорю, вот сейчас дали мне 100 человек, вот сегодня заехали. И их надо принять. Я мог бы их одеть, одежду у меня на 100 человек, постели на 100 человек, кормление на 100 человек. Это потеряевки, говорю я, летом, чтобы успели построиться. И обед, и столовые, и детям, что... Это Бог мне дал. Это я со своим даже не считаю. Вот посчитайте, сколько мест Писания. Все пока на сегодня. Все пока на сегодня.